Здравствуйте, это Атсахи до Сахи. Мы в черте города, на улице Красного Маяка. Рядом с нами Битцевский парк и, судя по словам наших экспертов с комьюнити Борщевиктори, Борщевик уже прямо здесь, в черте города. Его много и он опасен, да? Это Марина. И это Антон. Опасность. Мачете. Увиделись с ребятами, милые ученые. 40 лет они ошибались и двигались вперед. Я просто вижу сейчас, что-то, по-моему, борщевик. А он, смотри, как взгляд изменился. Она просто как охотничья собака. Меня давно мучила, я с Кубани родом. Я люблю борщ. Почему мой любимый суп осквернен этим растением? Потому что на самом деле все правильно. Слово борщ, оно относилось к растению. Это Борщевик сибирский. Сейчас, может быть, его мы найдем. Значит, Борщевик сибирский – это наше обычное растение средней полосы. Вот. Из него делали борщ. Издревле. Когда еще не было капусты, не было ничего, там рецепт борща немножко отличался от современного. Вот. И, да, растение называлось, как бы там есть немецкие, вроде как, корни. Обозначал борщ нечто зазубренное, потому что он действительно, у него жесткая ость, вот. И назвали так суп. Вот. А позже уже стали применять капусту, название супа осталось, рецепт немножко видоизменился. И теперь, когда враг заполонил наш город, когда он угрожает всем и каждому, мы почти забыли, как и откуда он появился. Николай Вавилов, известный ученый, очень такой, но он много что открыл, он известен во всем мире. И он спас Землю как бы от голода. Почему? Потому что у него была идея вернуться к истокам культур и обогатить генетический банк их, то есть как бы и вывести новые сорта. И он это провернул, спас планету от голода фактически. Но там как раз были, ну, старинские все эти времена, вот. И там, значит, у него, как бы он был невыгоден, у него был конкурент, это Лысенко. Был такой тоже ученый, он псевдоученый, он был недоучка, он вообще не знал, что генетика, ее не любил. И, в общем, он его завидовал. И в итоге там его усилиями, вот этот Николай Вавилов, он был репрессирован, к сожалению, там грустная история, но известная. Там было вот этого Лысенко, у него было много дурацких идей, вот. Например, вот там пытался там вывести одну культуру превоспытанием другой. Перевоспытанием культур? Из пшеницы там ячмень получить в всем перевоспитании. Там было много бредовых идей, они завидовали. То есть как бы Николай Вавилов, он умер, вот. Им, ну, какую-то другую еще идею, вот он к истокам культуры вернулся и прославился. Они решили, давайте возьмем новую культуру, совершенно новую, и как бы вот ее выведем, и она вот даст урожай хороший. И вот там была программа поиска новых перспективных культур. И в рамках этой программы, как бы после войны, ну, там даже еще, в общем, там в 45-м году, был найден вот этот вот борщевик Сосновского, который на Кавказе, вот, и до Мандинового описало, тут же его там включили быстро в программу, вот, и нашелся такой однофамилец, значит, Петр Вавилов. Он как раз взял на вооружение, что давайте возьмем вот этот борщевик Сосновского, и как бы новая сельхозкультура, она тоже спасет от голода, потому что после войны был недостаток продовольствия. И он очень начал продвигать, и как раз там вот Николай Вавилов там в 43-м году, по-моему, умер в Саратовской тюрьме, да, а в 45-м году уже Петр Вавилов пишет диссертацию Темирязевской академии по борщевику, что как новая перспективная культура. Для силоса, для корма, для скота. Но быстро поняли, что это провальная идея, то есть там как раз вот здесь фурана-кумарины было опасно, люди обжигали, значит, скот ел борщевик плохо, качество молока портилось, там вроде как бесплодие у коров стало возникать. В общем, короче говоря, идея была провальная, но за счет того, что обмен на ресурс был, это все внедряли с 45-го по 84-й год. Вот в 84-м году умер Петр Вавилов, а он был до конца там президентом восхнил. Сорок лет они ошибались и двигались вперед. Да. Вот это роли личности в истории, представляете? Один упертый человек за пустые амбиции свои направил. Петр Вавилов. Да, он, конечно, Петр Вавилов, он был не совсем, ну, не совсем злый день, он просто ошибался, это его была личная мания. Да, ну, 40 лет. Ну, вот ему, вот он может быть там, ну, как карьера, да, он вот, может быть, он считал, что реально можно вывести из него культуру, вот он ошибку свою не признавал. Насколько опасны эти вещества? Они называются, напомни, которые… Они называются фуранукоморены, то есть, значит, фотоактивные вещества, они, значит, только при воздействии солнцем, они действуют фактически на ДНК клеток, разрушают ее работу. Да, там… Моих клеток? Ну, это звучит жутко, на самом деле, это просто химический процесс, вот, и он приводит к тому, что вот просто как химический ожог, и он лечится примерно и так же, как химический ожог, вот. Но проблема в том, что когда попадает сок, да, он просто если на руку там впадет, да, ничего не замечаешь, там, ни жжения, ничего, значит, и на второй день только покраснение, там, а на третий день прямо уже выудари, прям сильный ожог, он болит, это очень неприятно. Это потом шрам, шрам тоже долго, сохраняется темный. Постепенно мы научились выживать и даже бороться с этой нечистью. И хотя силы не равны, мы изобрели несколько видов оружия против этих тварей. Самое лучшее оружие для борщевика, это холодное оружие мачете. Когда вот, значит, уже пропустили, пропустили с ним время борьбы, он уже выпустил зонтики. Важно не дать ему, значит, отсвести и сбросить семена. Значит, зонтики надо быстро эти срезать хотя бы, просто, ну, дать какую-то отсрочку. Самое главное, вот эти вот тысячи, там, миллионов семян, чтобы они не упали в почву, не пополнили семенную банку. Увиделись с ребятами, милый, ученый, да? Вот это вот одевается, это одевается на голову, вот, значит, либо защитные очки, значит, все закрыто. У тебя нос слишком большой. То что? А, да. Сейчас, сейчас. А, все-все-все-все-все-все. Так, короче, одевается вот так, вот так гораздо лучше, да. Важно очень одеть перчатки резиновые, обязательно техника безопасности. А они обязательно должны быть, как у Любови Михайловны? Нет, обрезать надо вот стараться повыше. Не вот эту вот большую все дуру. Да. Потому что в этом побеге содержится много соков, которые могут допитать семена, и он в итоге может, ну, они могут дозреть за счет вот этих соков, находящихся в трубке. Когда он зеленый, да, он срезается просто вот резким движением. Вот. Но сейчас он, конечно, жесткий. Ты показал то расстояние эффективное, которое… Ну, в принципе, ну да. Здесь его срубили, как его срубили, по вашим ощущениям? Да. Ну, срубили его низковато, да. Низковато. И он пустил, да, боковые вот из низких этих, из междоузли. Вот так, если бы все обработали, да, все междоузли вот так обработали, да, вот так вот, то здесь бы не осталось почек, и он бы зонтики не дал. Борщевик – это многолетнее растение, но он монокарпик, то есть он только один раз в жизни цветет. И в таком состоянии он может быть, ну, там, год, два, три, потом на третий, на пятый год он зацветает, и после того, как он отцвел и сбросил семена, он погибает. Все, растение погибает. Вот. И поэтому… А, то есть один раз зацвело, и потом оно… Зацвело, отцвело и умерло. И поэтому, если вот Астантон, как раз показывал, как обрезают соцветия, если обрезали и этому растению не дали оставить семена, то оно погибнет. Уже все, как бы так и ничего не произойдя. Серьезно? Да. Он реализует свою программу как бы биологическую, и все, он считает, что… ну, если он считает, что он отцвел, он завершил, то все… Тогда почему, Антон? Да. Такие проблемы-то у нас с борщевиком, ну, обрешил его вовремя. А, так смотри, очень много… Если вовремя успеет, да, вот первые… одногодки вот эти вот выкопает, да, их просто уничтожит, сейчас мы поговорим об этом, то все хорошо, а вот если он обсеменился, и мы не успели, да, то есть там с одного растения 50 тысяч семян, они падают, вот они сходят там 5-7 лет, и уже вот на этой территории системная борьба, он будет сходить снова-снова, мы будем его выкапывать, он снова будет сходить и так далее. Каждый год там, ну, минимум там 4-5 лет надо было следить за этим участком, поэтому такие проблемы, поэтому такие вот площади, поэтому, то есть нужно вкладывать, люди этого не понимают, потому что это не то, что там убрал мусор и всего больше нет, это вот нужно следить за территорией. Заражение, оно уже достигло очень больших значений, даже буквально там, вот в километре от МКАДа, ну, вот южная граница Битцевского леса, там просто больше апокалипсис, то есть там сейчас совсем кошмар. Вот здесь тоже есть, на территории даже Битцевского леса, вот Москва, да, Чертаново центральная, там есть в глубине вот Чертановка, она сильно заражена, здесь вот просто разнотравие, да, куча диких вот этих трав и борщевик вот это все вытеснет. Вот не будет, вот если не бороться, да, то не будет уже ни Лютика, ни Кашубского, ни Купыря, ни Лютика Едкого, ни Манжетки, ну, всего, что мы видели, будет сплошной борщевик. В этом его проблема для экологии, он может привести к вымиранию видов, то есть он реально является угрозой биоразнообразия, даже конвенция ООН, указано, что нужно бороться, ну, там, с инвазивными видами, но борщевик сосновского самый-самый яркий такой у нас вид инвазивный. Если борщевик с вас ростом, надежнее отрезать вот здесь, на вот таком этапе, на недозрелых семенах, или еще даже не оформившихся, да? Ну да. Или же косить, но косить несколько раз, потому что борщевик заново-заново растет, да. Заново растет. А здесь он отдал себя всего в эти семена, и вы, грубо говоря, обломали ему все его замыслы. Да. Обрезали фактически, не обломали, да? Потому что руками не берем. И он, то есть, стоит и расстраивается, да, все это время. И потом сохнет. Постепенно. Потом сохнет, все умирает, да. Важно просто, когда вот срезаем зонтики, в любом случае, там даже не важно как, важно их вот всех собрать, закомпостировать, чтобы на земле просто не оставлять. Даже там, просто когда уже зеленые завязи, то они уже дозреют, даже если там под зонтиков усредить, все равно дозреют. Поэтому зонтики всегда собираем. Они в пакете гниют очень хорошо, но просто… Плотно завязать. Это тоже какая-то экологичность, чтобы не множить количество мусорных пакетов. Да. Да, можно зонтики складывать в пакеты, там они сгнивают. И сгнивают даже семена, если они уже такие созревающие сюда сложить, они сгниют. А потом, конечно же, гнилую жижу вывалили, а пакет утилизировали. Вот так как и сознательно мы работаем с борщинкой. Где твой палец, где комментарий, где это важно мне и тем, кто за кадром. Ведь мы делаем прям бизнес про страну, про страну. Может, знаешь, что спросить, а может, предложишь тему. Где твой палец, где… Смотрите, значит, у нас там корень здоровый у него, да. Вот это вот многолетний брючевик уже там как минимум второго года, да. Нам весь корень не нужен на двухметровый. Мы, короче говоря, вот так вот его подрубаем. Сейчас я специально как бы поглубже сделаю, чтобы просто его сейчас достать. Вот, достаем. Вот мы срезали, значит, вот эту верхушку мы срезали. Он устроен как морковка, да. То есть там вот этот корень длиннющий, вот. И все почки, они находятся вот здесь. Вот, вот они вот эти почечки. Вот здесь точка роста, вот здесь его почки находятся. Это корневая система? Да, значит, это вот… Вот важно вот срезать ниже. И вот если вот это все сейчас вот уже выбросить, да, то вся остальная часть уже погибнет. Ты имеешь в виду тот остаток корня, который сейчас в почве? Да, да, да. Все, он уже бесполезен. Все почки вот здесь находятся. Я даже не знаю, с чем сравнить. Запах какой-то… Да, химический какой-то. Какой-то резины, что ли, какой-то. Химический такой запах, реально. Да, и важно вот это не оставлять на почве, потому что вот это все укоренится. Вот так вот. Ну что, получил борщевик? Человек умнечен ты. Запах уже пошел. О, шикарный, шикарный. Просто его надо теперь помыть тоже. Сильная сторона борщевика, что он прям сразу после исхода снега просыпается. Реально, да. И семена у него начинают прорастать еще под снегом. Вот почки, да? Да, да, да. Вот где они? Вот здесь они должны быть. В этой зоне. То есть, да, нужно действительно вкапываться сантиметров на 30-40, да? Ну, 15. Ну, да, чуть-чуть меньше, да. А если он уже будет выше? Так же все равно остается. И смотри, вот здесь вот видно, что морковка. То есть, вот реально вот видно, что тут вот верхушка морковки, она не почки. И вот это все дальше морковка такая идет. Опасность. Да, вот она пленка. Да, 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 вот. Вот она пленка бензиновая от эфирных масел. Слушайте, ребята, ну, проблема общенациональная, как ребята говорят, поэтому если он упадет, ну, простите нас. Мы прежде всего хотим донести о методах. Да, если это не очень научно, по идее его надо утилизировать. Но наши любимые зрители, позвольте нам так сделать. А мы пойдем рассказывать о следующих методах. Они еще есть. А зачем ты мне звонишь, скажи, пожалуйста? Кто? Я? А, я, значит, нажал случайно на телефон. Смотри, как бурщевик всеми методами действует. Он уже из-за того забирается, нажимает карманом телефон, позвоните. Оставь меня в живых. Отвлекись на что-нибудь. Со временем мы научились производить яды, которые убивают эту нечисть. Мы стали травить их. Правда, оказалось, что эти яды убивают и наших союзников. Но на войне, как на войне. Мы пошли на это. Бывают гервициды сплошного действия, которые убивают все растения. Да. Есть избирательные, которые убивают двудольные растения, в том числе борщевик, но оставляют злаки. То есть можно оставить хотя бы вот такую злаковую траву. К гербицидам сплошными, которые как раз достаточно дешевые, которые сейчас очень широко, в основном применяются против борщевика. Сплошные? Сплошные. Это глифосат. На основе глифосата. Ты рекомендуешь выборочные делать, естественно? Ну, естественно, безопаснее и лучше делать избирательные. Избирательные гербициды. Там вот два из действующих вещества, которые можно использовать. Это мецилфурон и метил. Мы туда замешали. Значит, какая ситуация? Когда лучше всего? Третья декада мая. Лучше всего обрабатывать гербицин вообще любыми. Почему? С одной стороны, он уже достаточно большой, потому что впитывание идет через листья. То есть нам надо обработать листья, они питаются, проникнут в корень, и корень погибнет. С другой стороны, он еще недостаточно большой, чтобы там много потребления гербицида. У него максимальный в третьей декаде мая, максимальный метаболизм. Почему вот это селективные гербициды избирательные? Баковая смесь, мецилфурон плюс декамба. Значит, у мецилфурона метила эффект почвенного действия. Он именно на всходы действует. И гарантия два года. А для нас именно вот сходы самые опасные. Потому что очень много семян, соответственно, много сходов. То есть взрослые, они не настолько опасны. В чем минус, значит, вот называется глифосата, да, который сейчас как раз запрещают для личного хозяйства. Он как раз на всходы не действует. Только на взрослые вот эти борщевики. А из семян потом вот этот лес буквально идет. Фактически он бесполезен. Поэтому мецилфурон метила – это лучшее решение. Он именно держит почвенный экран, так называемый. Если ты не знал, подпишись, плиз, на канал. Комментируй, ставь свои пальцы. Помогает нам развиваться. Если ты не знал, на канал. У меня это черные пленки. Этот опыт проводился в ботаническом саду Рам. Да. В чем он заключается? Он заключается, значит, в накрывании борщевика, значит, и полностью мы его, значит, ограничиваем от света. Это, соответственно, это раз. И от попадания воды. Борщевика и всех остальных растений? Да. То есть там, конечно, минус, что он действует на всю площадь полностью. Просто происходит, что у борщевика нет доступа к свету. И плюс там очень тепло под этой пленкой. Она нагревается. И идут в рот сначала вот эти взрослые растения. Они погибают. И потом интенсивно начинают прорастать семена. Потому что такой там парниковый эффект под этой пленкой. И очень они тоже прорастают, погибают. И таким образом быстро истощается вот этот почвенный банк семян. Буквально за сезон. А тем более, если она полежит еще и два сезона, это еще лучше. Он практически полностью истощается. И все. Минус метода, да? Он не на большой территории. Ну, потому что, ну, кто будет там на гектар пленку? Ну, можно, конечно, но это очень трудоемко. Просто это вот, допустим, дачный участок, да? Там вот упустили, да, полностью заросли борщевика. Ну, вот по весне, в апреле положить. Ну, вот, как гербицидами не хочется применять там, каким-то своим причинам, да? Ну, вот черная пленка, да, действенно она работает. Но на сегодняшний день их еще много. Их чертовски много. А мы вынуждены сидеть в бетонных коробках. Этого врага можно победить только сообща. И лучшее время для этого прямо сейчас. 22 и 23 мая мы анонсируем всероссийскую акцию «Стоп Борщевик». Призыв этой акции выйти на борьбу с борщевиком и написать об этом отчет в социальной сети с хэштегом «Стоп Борщевик», чтобы, собственно, создать волну вот этой информационной важности того, что борщевиком надо бороться. поучаствовать можно разными способами. Можно выйти просто в одиночку, выкопать борщевик или как-то его оборудованным, любым из методов. Также можно организовать какой-то групповой субботник. Либо можно даже просто написать жалобу на непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком. И тоже это будет засчитано, потому что… Ну, это путь слабых. Писать жалобы – это путь слабых. Делайте сами. Нет, это сами может быть эффективнее. Ну, вот смотрите, скосили – эффективно. Жалобы были, резонанс пошел, скосили. И мы видим новый борщевик. Короче, что эффективно. Вот реально эффективно посты в соцсетях. То есть даже жалобы официальные – это не очень эффективно. Вот постик написал, вот это круче. Даже там упомянул, допустим, «Мосприроду», допустим, в Инстаграме. Они сразу… имидж, когда он ударяет по имиджу, они сразу начинают что-то делать. Ребят, попробуйте на одном борщевике, прежде чем идти волонтеры, те, кто захотел. Если просто может быть аллергия, реально у людей сразу изначально. Если есть конструкция, аллергия лучше. Пахнет отвратительно. Помогайте хэштегами лучше. У нас в инструктаже… У нас в инструктаже по технике безопасности, да, сказано, что если у человека есть склонность к аллергии, то мы его как бы не допускаем к субботникам. Пахнет отвратительно. Пускай лучше пишут жалобы, да, тогда или ходят, договариваются. Да, помочь можно по-всякому, конечно. Лайки, комментарии ваши, ребята, и репосты. Пожалуйста, и пусть что нас от сахи до сахи, борщи виктори. Работаем вместе, сообщая на благо нашей Родины. А чего? А мне не страшно это говорить. Правильно.